Шымкинские автомобилисты в недоумении. По городским дорогам движется необычное транспортное средство. Не велосипед, не автомобиль, а нечто среднее. Житель Шымкинта Равшан Халметов конструирует в веломобиле. Все началось с изобретения для своих детей, потом для велопроката в городских парках. Одним из последних мастер сконструировал транспорт будущего для борьбы с пробками. Обычный городской индивидуальный вид транспорта, потому что там есть кабина, есть удобные кресла, есть багажный отсек, а у нас везде есть хорошие дороги в Чемкенте. По законам дорожного движения в Казахстане он подразделяется в раздел как велосипеды, потому что по габаритам он тот же сам велосипед. Ширина руля 65 сантиметров и он может передвигаться по дорогам общего пользования, занимая крайнюю правую полосу. Большинство деталей веломобиля заимствованы у двухколесного транспорта, а вот рама оригинальная. Она из легкого металла, поэтому управлять автомобилем просто даже в горку. Этот веломобиль предназначен для передвижения по городу. По габаритам он такой же, как обычный велосипед, но намного удобнее. В нем можно кататься и в дождь, и в снег. Крыша защитит от непогоды. А еще, говорит его создатель, этот веломобиль можно с легкостью превратить в электромобиль. Для этого в нем можно установить электромотор. Привести в движение веломобиль можно не только с помощью ног, но и рук. Такое изобретение уже оценили инвалиды, которым сложно передвигаться. Он был 80 килограмм весу. Он набрал весу 100 килограмм, 105 килограмм. У него перелом головки и бедренные кости с обеих сторон. И он ездил только на инвалидной коляске. А руки и выше пояса у него все работает. Вот для него мы сделали веломобиль с ручным приводом. Ну, он живет в Жанаталапе. Говорит, а у вас там есть где кататься? Он говорит, у нас везде заасфальтировано, без проблем. Говорит, с удовольствием там катается. Мужчина говорит, от веломобиля одна польза – и для здоровья, и для экологии, и для кошелька. Это на самом деле как субкультура можно назвать. Это проведение досуга и через это приобщение людей к здоровому образу жизни. И плюс, опять-таки, к новому виду городского транспорта. Потому что сейчас экология, сами понимаете, везде тяжелая. Особенно в Алма-Ате там дышать невозможно. Все красивые сядут в пробке, смотрят друг на друга, никто не едет. Если бы аккуратно все пересели на велоэлектромобили, естественно, и экология была бы чище, и здоровья была бы больше. И, я не знаю, она и дешевле была бы. Это время не одного года. Менталитет у наших людей немножко другой, чем в Европе. Но начинать все равно с чего-то надо. Переделать наших людей непросто, говорит конструктор. Большинство горожан предпочитают машины с комфортом. Прежде всего, необходимо было опробовать, так как я не знаю. Я передвигался на простых, обычных велосипедах. Но если опробовать подобные средства передвижения, то вполне возможно, что получится. Думаю, что нет, потому что, во-первых, рама очень большая. Да. Явно они тяжелые, и это далеко на них не уедешь. Но я предпочитаю пешком больше ходить. И пробок, как стороной обхожу пробки. Велосипед можно, конечно, но еще это как-то... Наш город еще не дошел до такого, чтобы сделали определенные велодорожки, чтобы это как-то более было... Ну, не знаю, наверное, нет. Неудобные, нет. И то, что в плохую погоду ездить, ну, не знаю, наверное, нет, скорее всего. Наверное, да. Скорее всего, да. Потому что у меня сам ребенок хочет. Он говорит, я хочу, говорит, кататься. Так что, мне кажется, спокойно. Наверное, просто как покататься, наверное, только так. Наверное, только так. Конструктор уверен, рано или поздно его веломобили станут востребованы. Ну, а пока Равшан Халметов надеется выиграть грант на участие в конкурсе конструкторов и запустить свое изобретение в серийное производство. Анастасия Новикова, Ирлан Бексаидов, Тургильдис Адвокас, информационная служба телекомпании ОТРАР.